ИМАНУЕЛ Во имя Могущественного Иисуса! Во имя Могущественного Иисуса! Во имя Могущественного Иисуса Христа! Во имя Могущественного Иисуса! Вон! Во имя Иисуса! Вон! Вон! Во имя Иисуса! Во имя Могущественного Иисуса! Что ты сказал? Она не собирается служить Богу! Почему? Она сильная! Почему ты не хочешь, чтобы она служила Богу? Она доставляет людей! Кто ты? Я сомневаюсь! Что вы вызвали в ее жизни сомнения? Она не верит в себя! Я вызвал ее страх! Я причинил ей ложь! Она думает, что Бог ее не любит! Она доставляет людей во сне! Она беспокоит нас утренней водой! И мы вошли в нее через сомнения! Через сомнения! Это для вас, чтобы увидеть, что вы можете служить Богу без сомнения! Сомнения – это противоположность веры! Противоположность веры! Только вера радует Бога! И только вера может действительно служить Богу! Сомнения злит Бога! Сомнения должны уйти, чтобы вера нашла свой путь! Эта женщина, которую вы видите здесь, имеет призвание от Бога! Но дьявол использовал сомнения, чтобы удержать ее в рабстве! Чтобы держать ее в тюрьме! Ты не хочешь жить! Она слишком сильная! Она доставит свою семью! Она спасет ее! Почему? Он знает, что пришло ее время выходить, поэтому он плачет! Она не верит в меня! Как ты вошел в нее? Через сомнения! Я уничтожаю ее в ее голове! Тебе пора идти! Во имя Богущественного Иисуса! По всему телу, до головы, до имя, до подошвы ног! Огонь во имя Иисуса Христа! Огонь Духа Святого по всему твоему телу! До пальцев ног! Огонь Духа Святого! Огонь во имя Иисуса! Огонь по всему телу! Огонь на ноги! Огонь во имя Иисуса Христа! Огонь во имя Иисуса Христа! По всему телу, от головы, до пальцев ног! Вон! 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 Во имя Иисуса! Вон! Выходи, демон! Выходи из нее! Это не твой храм! Во имя могущества на Иисуса Христа! Во имя Иисуса! Выходи! По всему твоему телу огонь во имя Иисуса! На твою грудь огонь! На твоих волосах огонь! Во имя Иисуса Христа! На твоих ногах огонь Духа Святого! Во имя Иисуса Христа! Твои руки огонь Духа Святого! Огонь во имя Иисуса! Вон! 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 Во имя Могущего Иисуса! Каждый дух сомнения! Вон! Вон демон! Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Во имя Могущего Иисуса! Вон! 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 Будьте свободны во имя Иисуса Христа! 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 Во имя Могущего Иисуса Христа! Благодарю Тебя, Господь! Спасибо Иисус! Во имя Иисуса Христа! Вы свободны во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Ты свободна! Как, сестра? Как вы? Я хорошая, но я не знаю, что со мной не так! Иисус Христос освободил вас сегодня! Она твоя жена? Да! Что бы ни случилось, никогда не напоминай ей от этот день! То, что не было от Иисуса в ее жизни, теперь измана! Аминь! Теперь это до нее, чтобы поддержать ее! Теперь вам решать! Если вы играете роль христианина, читая Библию, молясь ежедневно, вы увидите, что не будет места для сомнения слова! Отныне ваша вера начнет расти! Спасибо Иисус! Потому что вы должны служить Богу! Это ваше призвание из вашего детства! У тебя есть сердце, чтобы служить Иисусу! Хорошо? Итак, Бог хочет работать через вас, и вы должны сыграть свою роль! Вот и все! Всем нужно издавление! Всем! Прежде чем стать христианина, вы должны быть освобождены в первую очередь! Вы должны быть доставлены! Но большинство из нас сегодня становятся сначала христианами, а затем ищут освобождение! Это противоположный путь! Чтобы вы стали истинным христианином, вы должны быть сначала освобождены, а затем вы сможете служить Богу! От всего сердца! Представьте, что ваше сердце одержимо! И в нем есть сомнения, горечь и боли! Как вы можете служить Богу? Вы не можете служить Богу! Вот почему вы видите, что у большинства христиан сегодня есть проблемы, неприятность! Почему? Потому что сначала они стали христианами, а потом стали искать освобождение! Они не могут служить Богу от всего сердца! Теперь вы свободны! И теперь вы можете служить Иисусу всем своим сердцем! Окей? Вы вернетесь, чтобы дать свое свидетельство! Аминь! Аминь! Во имя Иисуса! Благодарю тебя, Господь! Спасибо, Иисус! Меня зовут Роберто, я из Испании. Это мой муж, его зовут Хавьер. Я пришла сюда с множеством проблем. У меня было много сомнений, я сомневалась в себе, и у меня было много страхов. Хотя я читала Слово Божье, мне казалось, что это не дает мне силы, потому что этот злой дух манипулировал моим разумом. Я сомневалась, что я дитя Божье, потому что когда я совершала грех, если у меня был спор с мужем или я поступала неправильно, я сомневалась, что я дитя Божье, я сомневалась, что Бог любит меня. Я была очень озадачена тем, являюсь ли я ребенком Божьим или нет. И это действительно повлияло на меня духовно. Я всегда делала сцену, у меня был очень импульсивный характер. Я была вспыльчива и горда. И мне было очень тяжело, мне скромно, мне стыдно. Мне не нравились люди, которые говорили мне, что то, что я делаю, неправильно. Поэтому я иногда вспыльчивая была. Это всегда была моя первая реакция, но когда я успокаивалась, я раскаивалась. Мне было очень трудно почувствовать прощение Бога, потому что тогда сомневалась, простил ли меня Бог или нет. И это заставляло меня много бояться. Много раз, когда я читала Слово Божие, восклияла Бога и молилась. В память о моих грехах и проступках приходила мне на ум, и я чувствовал, что Бог меня не слушает. Как эта ситуация повлияла на ваши отношения с мужем? Это сильно повлияло на это, потому что дух напомнил мне все это плохое, что он когда-либо говорил мне. И когда мы боролись, я напоминала ему вещи, которые он даже не помнил. Но я все вспоминала, то, что он сказал, время, место, и я продолжала обвинять его снова и снова. Я всегда переживала прошлое, все время. Кто оскорблял меня, кто сделал мне что плохое. И после этого, когда я раскаивалась, я чувствовала себя виноватой. И так продолжался этот дух вины у меня во мне. Мы также слышали, как нечистый дух говорил, что это страх. Можете ли вы рассказать нам об этом подробнее? У меня был страх смерти, потому что я не была уверена в том, когда я собиралась идти. И вина и страх заставили меня потерять веру в Бога, потому что я думала, что все было по моей вине, из-за моих грехов, и я не была бы спасена. Итак, вы снова столкнулись с сомнением. Да, круг продолжался и продолжался. Мы слышали, как нечистый дух говорил, что он разрушает твой разум. Да, мне было очень сложно сосредоточиться. Я не могла видеть будущее. Я думала только о боли, потому что для меня это было ненормально. Другие люди злятся, забывают двигаться вперед. Но я все время переживала прошлое. Давайте также послушаем вашего мужа, который тоже пережил всю эту ситуацию с вами. Я Хавьер, я из Испании, это моя любимая жена. Как вы подтверждаете все, что сказал мне чистый дух? Да, я подтверждаю это. Дома мы много боролись, и ни с того, ни с чего. Мы говорили, а затем наш разговор заканчивался спором. Я видел, как она плакала много раз по ночам, но я не мог ей помочь. Она просыпалась в 3 или 4 часа ночи, ходила в ванну и плакала. Она тоже плакала в своей же комнате. Я не мог ей помочь, поэтому я тоже страдал вместе с ней. У нее было много сомнений относительно нас, нашей любви. Она сомневалась, достаточно ли она хороша для меня. Она думала, что она недостаточно хороша для меня. Она думала, что другая женщина может быть лучше для меня. Что касается ее работы, она всегда говорила мне, я не знаю, собираюсь ли я продолжать. Может быть, я хочу бросить эту работу, потому что я недостаточно хороша. Что мы можем понять через эту тестимонию? Перед нами мы видим замечательную пару. Молодая пара. Чего им не хватает? Они женаты с любовью. Наша сестра здесь имеет свою работу. Но этот дух сомнения пришел, чтобы уничтожить ее, украсть ее и убить ее. И кто может помочь нам в этой битве? Кто может помочь нам? Кто может помочь нам? Кто может помочь нам? Иисус Христос. Аминь. Давайте похлопаем ему. Со всем этим, что вы только что упомянули, удалось ли вам увидеть свое будущее? Да, я был так подавлен и хотел умереть, если честно. Это как жить без причины вообще. Я также молилась Богу, говоря, что если у Него нет для меня цели, я лучше умру. Как вы узнали о Сыновой Всехнации в Салониках? Мы смотрим телевизор, Эмману из Куан в Лагосе, и однажды вышел видеоролик о Сыновой Всехнации в Салониках. И мы также знаем пророка Гарри из Лагоса. Поэтому мы увели видео в Салониках на Ютубе. И мы сказали, ух ты, что это? Слава Богу! Пожалуйста, расскажите нам, какие изменения вы заметили после своего освобождения? Я вижу много духовных изменений в моей жизни. Раньше, хотя я была благословена, я страдала духовно. Теперь я хочу больше служить Богу. Я могу читать Слово Божие, когда я раскаиваюсь. Я чувствую прощение Господа. И это чувство прощения дает мне силы двигаться вперед. Что касается сомнений у вас были, у вас все еще есть сомнения, которые у вас были в прошлом? Нет, потому что сомнения у меня были без причин. Когда мой муж услышал сомнения, которые у меня были, он не мог понять, потому что они были без причин. Бессознательное сомнение. Да будет благословена имя Господа нашего Иисуса Христа. Страх ушел. Вечность пришла. Я сильнее. Я благодарю Иисуса за это. Я сильнее. Давайте спросим мужа, который, безусловно, очень рад, что все это происходит сейчас. С тем пор, как мы пришли сюда, она не сомневается в нас. А также о своей работе. Она никогда не задавалась вопросом, достаточно ли она хороша или нет. Аминь. Мы слышали, как человек Божий дает вам пророческое послание. Он сказал, что у вас есть призвание о работе для Господа. Как вы подтверждаете это пророческое слово? Это абсолютно верно, потому что я и мой муж приняли решение служить Иисусу. Я была удивлена и счастлива, когда он предсказал это маме. Это подтверждает, что Бог принял нас. Аминь. Теперь, когда вы были благословлены, так как вы испытали изменения в своей жизни, какой совет вы всем нам дадите, всем, кто нас слушает? Мой совет всем – получить освобождение, потому что иногда очень трудно бороться самостоятельно. Потому что вы не можете бороться с темными силами, плотью и умом. Вам нужна сила Божья. Давайте также послушаем совет мужа. Мой совет прост, потому что ключ ко всему – это Иисус. Беги к Иисусу в любой сложной ситуации или в борьбе. Иисус – ключ ко всему. Он любит нас, и все, что нам нужно сделать – это доверять Ему и идти к Нему, как в моем случае и в каждом другом случае. А какое ваше обещание Богу всемогущему? Мое обещание Богу – стать ближе к Нему и отдать Ему свою жизнь. Давайте также здесь обещание послушаем нашей сестры всемогущему Богу. Я обещаю воздействовать на мой характер, на мое сердце и следовать за Богом до моего последнего дня на этой земле. Аминь. Мы также советуем вам держаться подальше от греха, оставаться рядом с Иисусом. И мы также хотели бы призвать вас сделать Слово Божье стандартом вашей жизни. Слово Божье покажет вам, как думать, говорить и действовать. Когда вы делаете это как Дитя Божье, небо будет вашим пределом. «О уранός» – «Скай будет вашим пределом». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...